Как говорится, весь апрель никому не верь, тем более погоде. Переменчивая погода в Ненецком округе не радует его жителей уже больше месяца. Такая природная нестабильность вызвала новую волну заболеваний. Чего нам ждать от погоды и как не стать жертвой природного обмана, расскажет Любовь Пермякова. А за окном то дождь, то снег. Вот уже больше месяца жители округа принимают контрастные природные ванны, спровоцированные Атлантическим циклоном. Отсюда неустойчивая погода со снегом, метелями, с перепадами температуры воздуха и атмосферного давления. Бесплатную процедуру, как показывают метеопрогнозы, жители будут получать еще до конца следующей недели. Поэтому, к сожалению, без усиления ветра не обойдется. В эти дни у нас порывы до 10 метров в секунду сохраняются. Ветер будет у нас в основном в восточных направлениях, потом постепенно переходить уже на северо-восточные, ну и восточные направления. Осадки также у нас сохранятся. В основном они будут идти в виде снега. Соответственно, селение ветра будет сопровождаться еще и метелью. Температура воздуха, по словам Архангельского гидромедцентра, в основном будет отрицательной. В отдельных районах округа, а именно в восточной ее части, будет опускаться до минус 25. А дневной фон в среднем составит 0-5 градусов, местами минус 9-14. Такие неустойчивые погодные условия создают благоприятную среду для заболеваний ОРВИ. Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости населения респираторными инфекциями стабильная. Эпидемический порог не превышен. Однако, среди детского населения, дети от 3 до 6 лет, наблюдается рост заболеваемости на 7%. Всего за минувшую неделю зарегистрировано 422 случая ОРВИ, в том числе 345 – у детей. В связи с ожидаемым ростом заболеваний, сотрудники Роспотребнадзора рекомендуют жителям округа одеваться по погоде, следить за своим здоровьем, а в случае первых признаков заболевания, своевременно обращаться за медицинской помощью. Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север».